Всем доброго времени суток! Давненько я не смотрела трансляции на канале у Самвела. А тут зрительница мне, Раиса, написала, что у Самвела трансляция идёт. Надя там присутствует. Самвел там выступал. И ещё плюс говорили о том, что девчонки не заехали навестить бабушку. Ну, думаю, раз такие совпадения... Надя приехала. Глянула трансляция коротенькая, практически как его обычное видео. Минут этак на 20. Ну, думаю, была-не была. Посмотрю, о чём там была речь. Хотя коротенько меня уже просветили. В самом начале первые кадры. Надя сидит на своём, я бы так сказала, законном месте. Она его уже хорошенечко так обжила, это креслица. Они сроднились друг с другом. Да, заметно Надя уменьшилась в объёме. Теперь она уже не всё кресло занимает. Но что-то Надя мне кажется грустной. Не очень-то она и улыбается. За кадром слышится голос Самвэла, раздающийся из кухни. Долго он там не усидел, вышел с тарелкой. Как только Наденька приезжает, так Самвэлу сразу есть чем позавтракать у мамы. Маме родной готовить для сына некогда. А у чужой тётки, как называет ТВ Надю, всё время находится время. Разве будет Самвэл против Надиных приездов, когда у него нет времени поесть, нет времени даже приготовить? А Надя этим занимается. Самвэл мамку дразнит. Говорит, мама, с утра приготовила пюрешечку сыну, да? Баба Таня не расслышала. Решила, что это зрители. Спрашивает, когда была приготовлена пюрешка. Отвечает, а им не всё равно, когда она была приготовлена с утра или с вечера. Да нам-то по большому счёту, конечно, большинству всё равно. Точно так же, как и матери родной всё равно, когда это было приготовлено для сына. Надя отвечает, это ТВ готовила. Баба Таня, как тот утопающий, схватилась за эту соломинку. Посмотрела на Надю, улыбнулась и приписала чужой труд себе. Все вокруг такие брехливые. И одна только ТВ любит говорить правду. Вот это был яркий пример её правдивости. Как она любит говорить правду. Очень часто баба Таня орёт, что она ещё не старая женщина. Даже несмотря на то, что ей нельзя есть картофель, могла бы она время от времени, зная, что сын любит пюре, покупать немного картофеля и готовить ему. Много мне писала зрительниц, у которых тоже диабет, которые в возрасте, кстати, и ТВшки. Но они, в отличие от ТВ, для того, чтобы порадовать своих детей и внуков, готовят то, что сами не едят. Они садятся вместе с ними за один стол и не упрекают никого, что они не могут себе этого позволить. Они смотрят на своих любимых детей и внуков, как те уплетают то, что им было приготовлено, и радуются. А сами это не едят. Они едят то, что им можно. Вот это я понимаю любящие мамы и бабушки. А баба Таня – эгоистка, думающая только о себе. И живущая исключительно только для себя. Поэтому неудивительно, что кроме Самвэла с ней никто толком и не общается. Да и Самвэл, если честно сказать, с ней общается только из-за того, чтобы снимать видео. Вряд ли бы он сейчас сидел с нею, если бы не было необходимости записать видос. Конечно, он может пойти и поесть где-то в кафе, но там тогда не получится работать, как Самвэл называет свою работу в YouTube, эти ролики. Он не сможет снимать видео. А здесь, видите, он сразу и поел, и пообщался, и видео снял, и выслушал целую кучу комплиментов от Нади. Конечно же, как без этого обойтись? Надя на это дело щедра, как никто и никогда. Говорит, очень интересно ей было на спектакле. Ой, какой Самвэлка хороший актер и певец. Надя говорит, да, пишите вы мне, что я не театралка. Не театралка, не театралка. Но разве обычный простой человек не может пойти в театр и испытать положительные эмоции? Ну, конечно, может. Кто ж будет с этим спорить? Особенно, если на сцене присутствует дорогой сердцу человек. Настолько дорогой, что Надя несколько часов тряслась в маршрутке, чтобы приехать на спектакль. А чуть свет не срамше приготовила ему вот эту картошечку. Да такую вкусную, что Самвэл еще раз пошел на кухню за добавкой. ТВ сидит со злым перекошенным лицом. Ну, кто же ей виноват? Ее ведь не поле заставляет пахать и не заниматься тяжелым физическим трудом. Всего лишь нужно было отварить несколько картошек и размять их. И завтрак для любимого сына, как она уверяет, что Самвэл самый любимый ее сынок, был бы готов. И спасибо тогда Самвэл говорил бы не Наде, а маме. Неужели ей самой неприятно было бы накормить сына, порадовать его чем-нибудь? Как деньги, так она с него требует. Мне деньги нужны, деньги дай, деньги кончились. Вот о деньгах бы она только и говорила бы с утра до ночи. Самвэл, конечно, балкомат, но ему нужно питаться, она об этом забывает. И вот она бы в знак благодарности могла бы его хотя бы периодически баловать. Но ведь палец о палец не ударит. Себе баланды наварит и его ею пичкает. А сейчас сидит, Самвэлла глаз не сводит. Как он не подавится под таким тяжелым и пристальным взглядом? Это она смотрит, как он ест картошку. И явно думает о том, что с каким бы удовольствием она бы сейчас ее тоже навернула. Эгоистка, которая никак не может за всю свою жизнь нажираться. Только о идее думает. Самвэл наяривает картошку, а Надя все про спектакль. Ах, какой шикарный был спектакль. Да полный зал был, и людей там полным-полно, яблоку некуда упасть. И люди так внимательно сидели, слушали, было тихо. Сложилось такое впечатление, будто Надя из всего вот этого спектакля, ей понравилась именно атмосфера в театре. Вот эта тишина. Тихо было. На самом деле, мне кажется, она не поняла, что происходит на сцене. Вот саму суть спектакля она не затронула. Она ходила вокруг да около, говорила дежурные фразы, хвалила Самвэлла, и на этом все. Вот если бы Самвэл им обеим объяснил, что будет происходить на сцене, они бы сказали, и Баба Таня в том числе, тоже немного больше слов. Вот конкретно о самом спектакле. Да и смотреть им было бы гораздо интереснее. Так много об этом спектакле речи ведется в последнее время на канале у Самвэлла. Зашла в интернет почитать. Ну хотя бы понять, в чем суть Самвэлл-то никому ничего не объясняет. В общем, что я узнала, что этот лис, убежденный семьянин, хозяйственный, запасливый, ну и, конечно, как все лисы, хитрый, был оклеветан недоброжелателями и был вынужден отправиться на заклание. Вот такое было назначено наказание. Какое-то время его спасает красноречие, но он был разоблачен, и ему пришлось доказывать свою правоту, выйдя на поединок с волком. Лис вначале терпит поражение, так как волк зажал лапу лиса в своей пасте, но хитрому лису все-таки удалось победить противника ударом в живот свободной лапой. Лев, в конце концов, реабилитирует лиса и назначает его своим канцлером. Вот такой вот там был сюжет, если коротко. Даже, оказывается, такой есть мультик про этого лиса. Еще узнала интересную деталь, что в пересчете на человеческие года этому лису 43 года. Ну вот прямо по годам Самвелл подходит ему, что же 43 год пошел. Но на этом сходство, в принципе, как вы поняли, и закончилось. Также я посмотрела отрывок спектакля. Вот как раз про этот спектакль Самвелл и упомянул в трансляции. Сказал, что я готов бесплатно поехать во Львов и положить актера, который играет лиса, на лопатки. Вот так он уверен в своих силах. Далее Самвелл уже в конце трансляции показал два отрывка из этого спектакля, где он пел. Весь спектакль я не слышала, но вот именно в этих отрывках голос Самвелла звучал достаточно неплохо. Я не заметила, чтобы он как-то надрывался или орал, как обычно он в последнее время называет это пением. Вот так вот он поет. Здесь ситуация была, конечно, немного другая. Но опять же таки скажу, что за весь спектакль я ничего не могу ответить, потому что я его не слышала. Будет Самвелл потом выкладывать или нет, тоже неизвестно. Говорит, не хочу заниматься монтажом. Хотя снимали и из зала, и наверняка Самвелл снимал себя и со стороны, чтобы потом хотя бы вот так наедине сам с собой посмотреть, как же он выглядел со стороны на сцене. Зрители спрашивают, не обидно ли ТВшке, что Диана была в городе и не зашла ее навестить. Честно говоря, я не могу представить этого. Я все-таки думала, что они втихаря зашли. Но чтобы раскрутить зрителей на комментарии, никто ничего не показал. Чтобы зрители писали, писали. Ну какая внучка такая-сякая розэдакая. Не пришла навестить бабку. А на самом деле она приходила. Но когда баба Таня услышала этот вопрос, и я взглянула на ее лицо, я поняла, что она на самом деле была не в курсе, что внучки были в городе. Баба Таня ответила, что она не обижается на то, что ее не пришли навестить. Сама же сидит как оплеванная. Самвелл подтвердил зрителям, что он с ними солидарен в том мнении, что Диана с Кариной не пришли навестить, и это говорит об их отношении к бабушке. Она для них чужой посторонний человек. Если бы она для них была, как они говорили на юбилее, родная, любимая бабуся, которой они гордятся, и которой они восхищаются, особенно ее оптимизмом, они бы, конечно же, пришли. И тогда бы ТВ-шка с такой гордостью говорила бы зрителям. Вот вы уверяете, что внучки меня не любят, а они приехали в город погулять, но все-таки выбрали время и зашли меня навестить. Так что все ваши слова вранье. Но этого не случилось, и крыть бабе Тане нечем. Остается только делать вид, что она нисколько не обиделась. Сказала, значит, у них были какие-то свои дела, и им было некогда зайти навестить бабушку. Ну, конечно, они были же заняты. Пока они оббежали торговые центры до кафешки, и день закончился, пора было возвращаться. Бабка в эти планы не входила. Самвел спрашивает, откуда вы все это знаете? Как откуда? Зрители объяснили, что смотрели видео Дианы, она выкладывала ролик на свой канал, как она приезжала. Самвел сказал, ох, у меня нет времени всех смотреть. И я ему охотно верю, так как сама еле успеваю посмотреть их видео для того, чтобы делать обзор. Где найти время Самвелу, чтобы просмотреть еще и ролики своей племянницы? Ну, я думаю, что сто процентов у него этого времени нет. На спектакль приезжала Ира с Геной. Надя видела их в зале. Поговорила даже с ними. Видела она и Юлю, и Вику. Вот эти черно-белые капсулисты. Была парочка у них такая в компании. Муж Никита. Они сами отказались общаться с Самвелом. Сказали, что им не по пути. Они птицы разного полета. А Самвелу эта пара очень нравилась. Коли, кстати, тоже. Он с ними проводил больше времени без Самвела, чем Самвел с ними провел. Мне кажется, вот как раз таки из-за Коли они перестали общаться с Севкой. Если бы Коли не было рядом, возможно, они с Самвелом так и продолжали бы по сей день общаться. Но, опять же таки, это чистой воды мое предположение. Надя сидит и практически рот не открывает. Тихая такая, молчаливая. Кстати, ТВ-шка тоже. Какая-то, знаете, заторможенная. Они обе такие сидели какие-то, как невменяемые. Зрители спрашивают у бабы Тани. Не мешает ли вам Надя, баба Таня? Вам же отдохнуть надо. А тут Надя лезет вам на голову. Зрители так переживают за бабу Таню? Или просто хотят, чтобы разразилась буря? Я думаю, что второе. Но не тут-то было. Баба Таня не намерена дружить со зрителями против Нади. Она сказала, что зрители не должно волновать. Мешает ей Надя или не мешает? Они сами между собой разберутся. Баба Таня надо понимать только за глаза, смело говорить людям правду. Вот в камеру, когда Надя нет рядом, она ее с удовольствием скажет. А как только она оказывается нос к носу, что ей остается? Сидит, цапит в две дырки и помалкивает. Надя сказала, что время, ей пора уезжать. На этом трансляции закончилось. Самвел повез Надю на маршрутку. Мой обзор тоже подошел к концу. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.